Космическое агентство НАСА сообщает об обнаружении планет, схожих по размеру с Землей. Три из них с высокой степенью вероятности содержат жидкую воду, благодаря чему на них возможно существование жизни. Незадолго до этого ученые Корнельского университета штата Нью-Йорк предсказали, что в 3516 году инопланетяне выйдут на контакт с людьми. По расчетам ученых, через полтора тысячелетия радиус космической зоны, где можно встретить послание с Земли, составит 1580 световых лет. К этому времени сигнал наконец-то дойдет до некой высокоразвитой инопланетной цивилизации, и есть шанс, что мы получим долгожданный ответ от нее. Эти научные сообщения сегодня подтверждают, что существование внеземных цивилизаций для ученых уже не только фантастическая проза. Однако, стоит напомнить, что еще 40 лет назад исследователь Инго Сван, принимающий участие в создании экстрасенсорного наблюдения за космосом и работающий на американское правительство, заявил, что на Луне есть жизнь. Он видит базы, в которых находятся пришельцы. Я думаю, что те фотографии, которые Луны сделаны, и на них попались какие-то неопознанные летающие объекты, это фактически, вот, ретушь происходит по этому принципу. Более того, практически каждый космонавт и астронавт, побывавший на Международной космической станции, тоже может рассказать о том, что он видел какие-то неопознанные летающие объекты. Тогда в идею совершать астральные путешествия, то есть мысленно проникать в любую точку Вселенной, мало кто верил. Однако сегодня появляется все больше фактов, подтверждающих предсказания американского исследователя. Мало кто видел такую Луну. Это наблюдение при помощи специального рефлектора с увеличением в 133 раза. Полет тел, вылетающих из кратера, длится чуть более одной секунды. Если замедлить съемку, можно наблюдать, как НЛО неправильных очертаний проходят с запада на восток и исчезают. Что это? Блики космического мусора? Оптический обман? Или летательные аппараты иной цивилизации, чьи технические возможности опережают наши? Это наблюдение сделано 1 сентября 2016 года. А в это же время идет обратный отсчет на мысе Канаверал. До взрыва ракеты-носителя Falcon 9 остаются мгновения. Оба события разделяют пара секунд. Связаны ли они между собой? Или это случайное совпадение? Что интересно, в момент взрыва ракеты в небе появился некий неопознанный объект. Он летел с очень большой скоростью, из него ничего не падало, никаких бомб или ракет. Но ракета взорвалась именно в момент его появления. Исследователи космоса задаются вопросом, имеет ли лунный пришелец отношение к неудачному старту американской ракеты? Или все это игра воображения? По словам исследователей, изучая астрономические архивы, они наткнулись на запись наблюдателя Луны Уолтера Хааса. Эта запись сделана в 1947 году от первого лица. 7 июля 1947 года. Я наблюдаю почти полную Луну с помощью 6-дюймового рефлектора. 5 часов 41 минута. Крохотное пятнышко света вылетает из кратера Гримальди. Яркость постоянная. Продолжительность полета около одной секунды. Объект пропадает. И вдруг боковым зрением я вижу объект уже в атмосфере. Я почему-то ни на секунду не сомневаюсь, что это он. Любой земной объект, оказавшийся в воздухе в том месте, попросту перекрыл бы мне все поле зрения. Что это? Снова совпадение? Ведь примерно в это же время Вильям Роудс из Феникса, штат Аризона, сделал два снимка, которые первыми попали в досье «Синей книги». Так называемый «блюбук». Эти фотографии уникальны, потому что в «Синей книге» до этого момента представлялись только устные свидетельства очевидцев. А вот Роудсу удалось сделать достаточно четкие фотографии объекта, который в точности описан астрономом Уолтером Хаасом и известным летчиком Кеннетом Арнольдом, а также другими очевидцами. Более того, исследователи до сих пор не могут понять загадочных действий спецслужб по отношению к фотографу Уильяму Роудсу. 7 июля 1947 года Уильям Роудс находился на улице. Сверху раздался странный гул. Решив, что летит реактивный самолет, он его запечатлел. Однако вместо привычного силуэта с крыльями и хвостом фотограф увидел плоский объект какой-то неправильной, круглой формы. Из его центра шел луч света. Когда до объекта оставалось примерно 700 метров, Роудс в первый раз нажал на спуск. В эту секунду НЛО накренился и стал удаляться. Роудс успел сделать еще один снимок, прежде чем аппарат исчез за облаками. Фотографии на следующий день были опубликованы в одной из местных газет. Однако ФБР попросили на время негативы. Но когда фотограф попросил их вернуть, ему ответили, что в ФБР ничего про снимки не знают. Исследователи космоса напрямую связывают эту историю с проектом «Синяя книга», который был создан в 40-х годах прошлого столетия представителями военно-воздушных сил США. По официальной версии проект имел цель определить, являются ли НЛО, если они существуют угрозой национальной безопасности. За 20 последующих лет было зафиксировано 12 618 случаев. Из них 701 появление НЛО до сих пор остается необъяснимым. Проект закрыли в 1969 году. Однако эксперты утверждают, что секретные наблюдения продолжаются до сих пор. А данные «Синей книги», которые недавно оказались в свободном доступе, скорее всего, являются подделкой. По словам экспертов, там слишком много нестыковок. Как, например, объяснить, что нигде в материалах появление НЛО не сопоставляется с астрономическими наблюдениями за Луной? Откуда появляются и куда возвращаются объекты, очень похожие по яркости свечения? Вот, например, типичный случай от 24 сентября 1959 года. Тогда полицейский Ричард Диккерсон увидел метеор, входящий в плотные слои атмосферы. Так ему тогда показалось. Сначала он решил, что видит метеор, который входил в земную атмосферу. Обычно такие метеоры сгорают в небе. Их достаточно легко опознать, если вы раньше их где-то уже видели. Но то, что увидел полицейский, не было метеором, потому что объект просто застыл в воздухе. Он начал менять форму и стал намного ярче. Диккерсон наблюдал за объектом в течение нескольких минут, а потом, недалеко от этого места, где он находился, оказалась, как он сам обнаружил, военная база. Вот с нее как раз и были отправлены самолеты с целью распознать тот объект, который видел Диккерсон. Перед тем, как самолеты вылетели, полицейский Диккерсон направился в управление авиацией, чтобы доложить о случившемся. В это время объект быстро переместился в сторону и снова завис. Его цвет изменился с белого на красный. В 5 часов 10 минут сотрудники авиационного управления передали информацию военным. В 5 часов 18 минут 6 истребителей вылетели на перехват. При приближении самолетов НЛО с невероятной скоростью рванул в небо. Он промчался настолько близко от перехватчиков, что один из пилотов вынужден был отвернуть в сторону. Другая машина попала в вихревые потоки НЛО, и пилот едва справился с управлением. Третий летчик погнался за объектом, фиксируя его местоположение радаром. Но НЛО резко изменил курс, заставив его отказаться от преследования. Официальное заключение синей книги гласит, что цель является оптическим обманом. Возможно, это всего лишь отражение от Венеры и звезды Регул, которые во время наблюдения были чуть ниже линии горизонта. Этот пример наглядно демонстрирует проблему с феноменом НЛО в 1940-50-х годах прошлого века. Вот объекты появлялись там, где просто не должны были. Они возникали над военными базами, шахтными пусковыми установками, зданием Капитолия и Белым домом. Даже в те времена пролететь над Белым домом просто так было невозможно. НЛО уже не подчинялись никаким авиационным правилам. Вот в данном конкретном случае этот объект видел не только полицейский, но и военные летчики. Ну и даже они не могли понять, что собой представляет этот объект, который в небе менял и форму, и цвет. Официальная дата завершения проекта «Синяя книга» удивительным образом совпадает с датой первого полета Аполлона на Луну. Что уже дает исследователям пищу для размышлений, не являлась ли «Синяя книга» прикрытием каких-то других секретных программ, в том числе и лунных. И не была ли шумиха в Сокорро спецоперацией, запутывающей следы? Напомним, что в 1964 году в Нью-Мексико полицейский Лонни Замора ехал по автостраде. Примерно в 17.45 он услышал громкий рев и увидел вспышку пламени. Он решил, что на складах с динамитом произошел взрыв. В его отчете было сказано следующее. Пламя было голубоватое с оранжевыми проблесками. Оно как бы струилось вниз и медленно опускалось. Замора свернул с шоссе на грунтовую дорогу и вдруг заметил нечто, похожее на серебристую автомашину. Рядом находились две человекоподобные фигуры, одетые в белые комбинезоны. Предположив, что произошла авария, полицейский вызвал подмогу, а подъехав ближе, вдруг понял. То, что он принимал за автомобиль, является странным, яйцевидным объектом. Человекоподобных фигур уже не было, а НЛО ярко подсвечивался снизу. Послышался все усиливающийся рев. Замора, испугавшись очередного взрыва, упал на землю. Когда шум прекратился, он поднял голову и увидел, что объект находился в воздухе. Он двигался быстро и улетел в юго-западном направлении. Этот случай широко освещался в прессе и был охарактеризован как контакт третьего уровня, что означает, что общения или другого прямого взаимодействия полицейского с инопланетянами не было. По-моему, это просто выдумка. Я не могу поверить в то, что такие объекты могут упасть на землю. Это американский миф. Инопланетные летательные аппараты очень красивы и изящны. Возможно, они сделаны из каких-то органических материалов. Они не могут рухнуть на землю, да и еще с огненным пламенем. Думаю, это все выдумки, если честно. Как полагают эксперты, случай в Сокоро связан с испытаниями оборудования НАСА, которое предполагалось использовать в миссиях Аполлон на Луне. Ландшафт в Нью-Мексико очень похож на лунный. Поэтому именно там проводилось множество технических тестов. По словам исследователей, при изучении местности были обнаружены углубления в Земле, а их количество совпадало с количеством опор космической платформы, с которой сгружают луноходы, что указывало на земные испытания. Инженеры считают, что подобные случаи уводят общественность от главного. Что в этот момент происходит на Луне? Люди не могут понять сверхъестественное, потому что они смотрят голливудские фильмы об НЛО, Спилбергена, других режиссеров. Они довольно точно все описывают, но это всего лишь фильмы. А представить истинный масштаб происходящего в реальности очень-очень трудно. Еще в 30-х годах прошлого столетия при британском межпланетном обществе был создан технический комитет, который разработал проект космического корабля для экспедиции на Луну с целью узнать, каким образом появилось ночное светило. Ведь на Земле были времена, когда Луны в небе не было. Об этом писали философ Аристотель и историк Плутарх, рассказывающие о древней стране Аркадии и ее правителе Проселеносе, что означает «долунный», то есть проживающий в эпоху без Луны. Поскольку Луна объект маленький, и ее ядро достаточно быстро стало твердым, магнитное поле пропало, соответственно, при том, что объект опять-таки маленький, атмосфера, естественно, очень быстро улетучилась куда-то в космос. И Луна стала похожа на такой вот безжизненный объект. Такой же процесс произойдет с Землей. То есть этот процесс произойдет, причем не так долго стало ждать, по астрономическим меркам, порядка 500 миллионов лет. Луна – самый загадочный объект Солнечной системы. Она вроде поблизости, мы ее хорошо видим невооруженным глазом, но до сих пор остается загадкой. Что находится внутри небесного тела? И скрывается ли кто-то на ее темной, обратной стороне? Неожиданное свертывание космических лунных программ 70-х подогревает интерес к ночному светилу. К тому же мы на себе ощущаем постоянное воздействие Луны. Ученые утверждают, что она способна менять циклы нашего сна. Это подтверждено опытным путем в Базельском университете. Самый плохой сон наблюдался у людей во время полнолуния. Естественно, человек тоже, так скажем, существо, которое состоит из большого количества атомов, и в том числе, допустим, человеческая ДНК – это нечто, что собирается вокруг чего-то. То есть просто так оно не может собираться. Оно собирается вокруг чего-то. Вот это чего-то и есть та самая квантовая структура заряженных световых частиц, которая является человеческой душой. То есть душа вселяется в биологический организм и делает из нас биоробота. Одна из известных загадок Луны – это отсутствие у нее магнитного поля. При этом камни, привозимые с лунной поверхности, были намагничены. Как такое могло произойти? Версий много. Но стоит ли их перечислять, если человечество даже не может однозначно ответить на вопрос – как появилась Луна? Для одних она – астероид, захваченный земным тяготением. Другие считают, что Земля столкнулась с небесным телом, и выброшенная в космос материя сформировала наш спутник. Третьи убеждены, что Луна – это искусственное тело, космический корабль и база инопланетных пришельцев. Зулузские легенды, книги гностиков, источники Катар, египтян и других, они все говорят, что Луну создала очень развитая раса и доставила ее сюда как базу. Есть устойчивое мнение, что с помощью Луны пришельцы программируют мозг землян, искажают восприятие действительности, то есть попросту зомбируют человечество для его порабощения. С помощью Луны анунаки – инопланетная раса рептилоидов – захватили Землю, смешались с людьми и породили особую ветвь, которая сегодня, собственно, и правит миром. Любопытно, что в древних легендах есть немало упоминаний о прибытии странных существ на Землю. У древних хеттов существовало предание, что с Луны прилетали некие устройства в виде золотых яиц, из которых выходили лунные жители. Другое упоминание мы встречаем в греческих мифах. В них сказано, что с Луны упало необыкновенное существо в металлической шкуре. Его невозможно было поразить копьем или стрелами. Ему дали прозвище «немейский лев». Лишь Гераклу удалось его победить, избавив людей от агрессии лунного отродья. Не являются ли все эти древние легенды подтверждением пророческих снов американского исследователя Инга Свана, утверждавшего, что на Луне расположены базы инопланетных пришельцев? И мог ли проект «Синяя книга» стать источником дезинформации, чтобы сбить ученых со следа, который ведет к загадочным экспериментам, проходящим все это время под грифом «Совершенно секретно». 1960 год. Город Куйбышев. Дом музея Ленина. Ходят слухи, что в этом святом для советских людей месте появилось привидение. Оно скрепит половицами, переставляет мебель и призывает сдавать партийные взносы. Старушки, охраняющие музей, глотают валидол. Сотрудники Комитета государственной безопасности устраивают засаду. Шутка ли? Политическая провокация. Как только за окном Луна осветила кроны деревьев, спрятавшиеся в зале сотрудники госбезопасности, увидели тень. Она скользила по стене. Затем ночную тишину нарушил скрип половиц. Тень громко чихнула и направилась в сторону чекистов, которые держали на готове шесть стволов табельного оружия. По условному сигналу зажгли свет, и все увидели, что это не призрак Ленина, а дежурный сантехник. Его руки были вытянуты вперед, а взгляд устремлен вверх. Он шел и бормотал что-то, но было хорошо видно, что сантехник спит. Лунатик разочарованно произнес главный, стирая со лба пот. Обыкновенный лунатик. Лунатизм – это заболевание, которое издревле на Руси называли тех людей, которые по ночам в неосознанном состоянии вставали и ходили по, как бы сказать, дому или вообще выходили на улицу. Лунатизм или по-современному сомнамбулизм выражается в том, что человек делает то, что с ним происходит во сне, поскольку по каким-то причинам происходит разблокировка моторики. Когда человек, ну в основном это говорят о детях, просыпается в медленную фазу сна и еще не проснувшись, начинает совершать какие-то действия. В общем-то, человек опасен только для себя, с точки зрения того, что он может упасть, может разбиться, может совершить какие-то действия в отношении как бы самого себя. Ну, по сути говоря, выпасть в окно. По сути, это гипноз, в который человек может впадать не только под воздействием гипнотизера. Причиной этому могут быть также алкоголь и психотропные препараты. Но особый интерес представляют дети, которые далеки от вредных привычек. Древние считали, что на таких детей по-особенному влияет Луна. Современная наука этого не признает, хотя и не отрицает, что электромагнитные поля непредсказуемо воздействуют на мозг и могут вызывать неадекватную реакцию у любого. В таком состоянии люди могут ощущать себя вампирами или оборотнями и действовать, исходя из этих понятий. Сегодня нам кажется чудовищным, что в 16 веке в одной только Франции сожгли 30 тысяч вервольфов. Так называли людей, на которых пало подозрение, что они обладают мистической способностью в полнолуние превращаться в волков и нападать на людей, убивать их. Когда биоробот отрабатывает свою, как говорится, программу, то есть заканчивается батарейка жизнедеятельности, эта душа, естественно, трансформируется и уходит в другие, как говорится, измерения. На этом и основаны те же самые исследования древних, когда, допустим, в большом количестве древних религий практиковался культ того, что существует другое измерение, измерение мертвых. И практически во всех античных религиях на эту тему существовали различные, так сказать, культы. Об оборотнях писали еще до нашей эры известный греческий историк Геродот и знаменитый римский поэт Овидий. Не менее любопытно и другое. Восемь лет назад, когда наша съемочная группа снимала материал об НЛО на Украине, один местный журналист рассказал о своем приятеле, который в приватной беседе ему признался, что является оборотнем. Он спортсмен, занимается восточными единоборствами, ходит куда-то на лесную полянку, там отрабатывает удары, прыжки и все остальное. Говорит, якобы прихожу я на полянку, и вот тут приземляется ОНО. Очевидец признался, что двояко относится к ситуации. С одной стороны, это абсурд. С другой, у него нет оснований не верить старому приятелю, который свою способность превращаться в зверя объясняет тем, что однажды столкнулся с НЛО. Ну, действительно, очень такая литературная история. Выходят три высоких существа, бросшие волосами, глазастые такие, якобы чуть ли не когти на передних лапах. По описаниям очевидца, аппарат, приземлившийся на лесной поляне, был похожим на утюг, правда размером с двухэтажный дом. Не было испуга, а общение происходило мысленно. А потом они его пригласили на борт корабля немного полетать. И я спросил, ты с ними общался? Он говорит, ну естественно. Говорит, вот они встали напротив меня, сказали, что глубоко внутри меня живет этот дар превращаться в зверя. Вот они прилетели ко мне, как к одному из немногих представителей расы человека-волков на планете Земля. Ну, в общем, этот дар открыли. С точки зрения привычной логики, человек, возомнивший себя оборотнем, неадекватен. Однако, не станем делать поспешных выводов, ситуация неоднозначная. И вот почему. По словам Геннадия, инопланетяне взяли его приятеля на борт своей тарелки и трижды облетели Луну. А затем прилунились и из иллюминатора показали землянину кратер, где они обитают. В нем возвышались куполообразные строения, из которых исходил очень яркий свет. А теперь вспомним другую историю. 2007 год. Вашингтон. Пресс-конференция, устроенная бывшими сотрудниками НАСА. На ней демонстрируют снимки удивительных лунных сооружений, каналов, замков из стекла и даже пирамид. Это стало бомбой в мире информации. Тут же вспомнили, что пропал весь тираж книги Джорджа Леонардо под названием «На нашей Луне есть еще кто-то». Дело в том, что на Луне постоянно происходит появление каких-то неопознанных объектов, и многие уфологи фиксируют там и соответствующие космодромы, и соответствующие лунные города. Да, я лично, например, 16 октября 1989 года, будучи на службе, наблюдал в оптическое устройство такой объект, который завис над северо-западной частью Луны, от него отделилась порядка десятка объектов другого цвета, и они существовали при луне. На пресс-конференции бывшие сотрудники НАСА рассказали о том, что на Луне американские астронавты не только видели руины древнейших городов, но и столкнулись с кораблем пришельцев. Однако возникает вопрос, в каких целях они это рассказывали? Если устроители решили раскрыть секретные файлы без разрешения правительства, их бы ждала суровая кара. Значит, это мероприятие было одобрено свыше, или информация не была столь секретной. А может, кому-то надо было погасить вновь возникший интерес к НЛО, или запутать общество в этом вопросе? Так что же скрывается за феноменом НЛО? Имеются ли в нашем распоряжении инопланетные технологии? Вот этими вопросами задавались многие президенты. Некоторые президенты даже видели. Джимми Картер, например, перед выборами говорил о том, что наблюдал НЛО. Рональд Рейган говорил о том, что видел НЛО из своего окна. Даже астронавты, далекие от политики, говорили, что видели неопознанные объекты в иллюминаторах. Так что об этом феномене говорят все эшелоны американской власти? То, что это существует. Но при всем при этом, нет ли здесь какого-то подвоха в сокрытии чего-то другого? Обратимся к хроникам и понаблюдаем, как парадоксально развивалась ситуация вокруг Луны и космической программы. 25 января 1994 года. Командование Воздушной обороны США совместно с НАСА отправляет к Луне космический аппарат «Клементина». Эта миссия многим покажется странной, ведь за 20 лет до январского запуска американцы заявили, что Луна изучена досконально и больше не представляет собой никакого научного интереса. Космический аппарат «Клементина» несколько месяцев работал на орбите Луны, получая с четырех фотокамер изображение ее поверхности в различных диапазонах спектра, от ультрафиолетового до инфракрасного. По официальным сообщениям, за время работы сделано почти 2 миллиона снимков, однако в свободный доступ попало менее 10% изображений. Остальные были засекречены. Вполне возможно, что на обратной стороне Луни существует какой-то космопорт, который, естественно, потому что, ну, если на этой, на видимой стороне Луни они прилуняются и делают какие-то вещи, то почему бы им не делать и на обратной стороне, и в том числе и там строить заводы. Вполне возможно, что Луна когда-то была обитаема. И, может быть, цивилизация зародилась совсем не на Земле, а на Луне. Такой, так сказать, факт нельзя тоже не принимать во внимание. Тем более, что лунные и земные породы, они схожи. На Луне присутствует земная вода. Она аналогична по формуле земной воде, которая складывается из наличия соответствующих изотопов, Ди-Ти-Ри-Ти-Ти. Это вызвало новую волну слухов о том, что преждевременное сворачивание американской программы Аполлон в 70-х годах и нежелание русских задействовать своих космонавтов в ручном управлении луноходами косвенно подтверждает существование на Луне какой-то незримой угрозы. Обществу нужно было как-то успокоить, потому что люди начинали задавать вопросы. По мере того, как феноменом НЛО стали интересоваться все больше и больше средств массовой информации, стало появляться все большее количество разных отчетов. И вдруг засекреченные НАСА в конце 60-х годов переговоры каким-то образом всплывают в прессе. Звучит это примерно так. 20 июля 1969 года. 20 часов 17 минут 42 секунды по Гринвичу. Между морем Спокойствия и кратером Сабин прилуняется модуль Аполлона-11 с Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином. Через какое-то время Армстронг говорит взволнованно. Хьюстон говорит база Спокойствия. Орел прилунился. Хьюстон отвечает, что все системы на Луне под контролем центра управления. Армстронг. На расстоянии полумили вижу следы, словно танк оставил. А потом в его голосе паника. Что это? В чем, черт возьми, дело? Земля несколько раз переспрашивает. Что происходит? Армстронг через минуту отвечает взволнованно. Здесь большие объекты, сэр. Огромные. О боже. Здесь находятся другие космические корабли. Они стоят с другой стороны кратера. Они наблюдают за нами. После того, как эта информация была обнародована, прошли годы, как вдруг очередная сенсация. Появляются доказательства, что сам полет американцев на Луну слишком приукрашен. Оказывается, многие лунные съемки доделывали в павильоне. А может, и вся лунная история появилась благодаря режиссеру Стэнли Кубрику. Как это теперь выяснить? Предположим, что американцы никогда на Луне не были. Тогда как объяснить, что уже ушедшие из жизни астронавты в своих воспоминаниях нигде и ни в чем не прокололись? Они были искренни в том, что участвовали в лунной эпопее. Даже советские космонавты, общавшиеся с ними, были уверены, что те видели Луну собственными глазами. Вот только все ли в этой истории так однозначно? И все ли увиденное собственными глазами является истиной? Ну, у них там свои цели и задачи, поэтому здесь сложно сказать. Дело в том, что, возможно, они не хотели афишировать свою деятельность и создавать какие-то настроения истерические. Но, с другой стороны, то, что сейчас ни одна из развитых цивилизаций не принимает никаких действий по освоению Луны, это более-менее чем странно. Почему? Потому что Луна – это самый интересный и важный объект, который мы могли бы начать осваивать. Ни Марс, ни Венера, ни Меркурий, и тем более никакие Титаны и прочие спутники, Нептуна или Урана. Визуализация – это мысленное представление осуществившегося, того, чего нет в действительности. Человеческий мозг обладает уникальной способностью представлять предметы в желаемых образах. Мечты, фантазии, галлюцинации – всего этого можно добиваться с помощью внушения. При добровольном согласии или насильственно. Ну, я бы не сказал, что Луна – проекция чего-то, потому что есть абсолютно доказательства посадки на нее каких-то космических объектов, сбора лунных камней, пускай автоматическими станциями. Я не уверен, что американцы были на Луне, потому что это весьма сложные путешествия на тот момент и по техническим моментам, и по прелунению и так далее и тому подобное. Но, скорее всего, американцы неоднократно облетали Луну. Добровольное согласие – это когда вы надеваете очки 3D, чтобы погрузиться в иллюзию. Вот вы под пальмой, рядом океан. А вот в музее с античными скульптурами. Или в кругу динозавров, от одного вида которых стынет кровь в жилах. Но точно так же можно вызывать иллюзии, воздействуя на мозг насильственным путем. Допустим, с помощью излучателя. Один из тайных проектов ЦРУ под кодовым названием МК Ультра дает основания полагать, что и синяя книга, и американская лунная программа могли быть прикрытием глобального эксперимента над психикой людей. В 1974 году Нью-Йорк Таймс опубликовал сенсационное расследование о программе ЦРУ под кодовым названием МК Ультра, которую в начале 50-х годов утвердил глава разведки Ален Даллес. Она посвящена поиску средств для установления полного контроля над психикой и сознанием человека. Изучались следующие вопросы – расстройство памяти, дискредитация человека его поведением, изменение сексуальных привычек, внушаемость и создание у людей чувства зависимости. Программа стала продолжением опытов нацистского врача Йозефа Менгеля по перекраиванию плоти и мозга человека, одним словом – зомбирования. Чтобы не привлекать внимание широкой общественности, в том числе и медиков, ЦРУ и АНБ рассредоточили отдельные исследования в соответствующие университеты, клиники, исправительные заведения. По словам исследователей, сегодня уже известно, что эксперименты, имеющие отношение к проекту МК Ультра, проводились в Бостонском госпитале на медицинском факультете Иллинойского учебного заведения, а также в Колумбийском, Оклахомском, Рочестерском и других университетах. В исследовательских работах по промывке мозгов преследовалась задача создавать из подопытных что-то вроде лунатиков, которые бы только выполняли чужие команды. На первых порах применялись психотропные вещества. Позже подопытных стали подвергать длительному воздействию сенсорной депривации, закрывали уши, глаза и помещали в изолированную от звуков и запахов камеру на много дней, а также облучали радиоволнами. Жертвой программы даже стал известный биолог Фрэнк Уолсон. Он хоть и работал на ЦРУ, но высказывался против экспериментов по соображениям этики и планировал уволиться, и вдруг по непонятной причине выбросился из окна, оставив странную предсмертную записку. «По ночам луна превращает меня в вампира. Я больше так жить не могу». Неожиданно в ходе экспериментов МК «Ультра» вдруг выяснилось, что человеком легко повелевать, всего лишь сузив его словарный запас. «Мы с вами на сегодняшний день наблюдаем, ну грубо это сказано будет, наверное, все-таки деградацию общества, да, вот это вот смс-очное общение, вот это вот уже извращенное восприятие слов, да, и как мы помним, да, из, так сказать, первоисточников, Эллочка-людоядочка обладала 14 словами словарного запаса и могла общаться. Вот именно, видимо, к этому мы сегодня стремимся». Внедрение аморфных структур, подменяющих истинный смысл, это сегодня один из этапов диверсионной работы по разрушению духовной общности нашего многонационального народа. То, что на Украине и в прибалтийских странах пошли по пути запрещения русского языка, связано в том числе и с желанием ограничить развитие интеллекта у населения. Тупыми проще управлять. «То, что я в детстве читал, там, да, вечерело, там, где-то травка зазеленела, сегодня уже в терминах определениях такого нет, никто природу описать не может, никто не может описать какую-то ситуацию. Понимаете, да, и с моей точки зрения, да, чем меньше словарный запас, тем ближе мы становимся вот тем самым, будем быть, первобытным людям, которые общались с помощью жестов и, грубо говоря, выражения мыслей через неадекватные, так сказать, изображения звуков». Есть версия, что в рамках проекта МК Ультра англосаксами, который контролирует социальные сети, созданы многочисленные клубы самоубийц. Интернет-сообщество нехитрым способом заманивает на свои странички подростков и зомбирует их. Чтобы набрать побольше лайков, подопытные готовы на все. Они в прямом эфире выполняют безумные команды, начиная от поедания клея БФ и заканчивая стрельбой по полицейским из папиного ружья или прыжком с крыши высотки. Последние откровения Эдварда Сноудена о тотальном контроле под предлогом борьбы с терроризмом были и о том, что армия внушаемых подростков через 5-10 лет может по команде выходить на площади и устраивать перевороты. То есть уже сегодня создается благодатная почва для манипулирования населением планеты. Многие эксперты полагают, что в тотальном контроле заинтересована элита англосаксов. Она, по его словам, продолжает род аннунаков, так называемых рептилоидов. Это они однажды захватили Луну, а затем переместились на Землю, смешались с людьми, и их отпроски уже несколько столетий паразитируют на людях. Сегодня очень много говорят о людях-рептилиях, то, что они управляют планетой, в том числе, допустим, та же самая королева Елизавета II тоже является рептилоидом. Да, слухи довольно-таки интересны, и по всей видимости речь идет о том, что пытаются, так скажем, создать культ змеи, который, вероятнее всего, пошел еще из древнеиндийских эпосов, когда были описаны такие цивилизации, как наги, полу-змеи, полу-люди, которых называли богами, которые делились с нами знаниями, мудростью, даже там воевали. По версии исследователей, некоторые представители королевских династий Западной Европы, а также элиты США, являются прямыми потомками инопланетной цивилизации и представляют собой хищников на генном уровне. Этим обстоятельством объясняется многовековая захватническая политика элиты англосаксов, их ненависть к другим народам, разжигание братоубийственных войн, революций и разрушение экономик чужих стран во имя собственного блага. Согласно генеалогическому древу, составленному американским профессором Хорном, династия британских монархов, мультимиллиардеры Ротшильды и Рокфеллеры, английский премьер Черчилль, а также 33 из 46 президентов США, в том числе Рузвельт, Клинтон и семейство Буш, все связаны между собой родственными линиями. Есть здесь ответвление к семейству Гальтон, родственникам Дарвина, и даже к семейству Шикельгрубер, родом из которого бабушка Адольфа Гитлера. И вся эта династия корнями уходит в королевский род дракона, который существовал в Египте более двух тысяч лет назад. Из родовых семейств и тайных обществ они создали так называемый эквивалент в виде транснациональных корпораций. Их филиалы по всему свету и имена владельцев хорошо известны. Возьмите Хиллари Клинтон, эту женщину с холодными-холодными глазами. Ливия, Сирия, Иран, Россия, Китай. Они все это пытались разорить с холодным расчетом. Буш-младший и Обама вели мир к глобальным конфликтам и войнам. Финансисты Гринспен, Эмбернанке и Лагард реализуют так называемый спланированный экономический крах всей мировой финансовой системы. Во времена Третьего Рейха идея нацизма заразила не только Германию, но и всю Старую Европу. Но общество словно надели очки 3D, и оно с яростью пошло убивать якобы неполноценные расы. И только после того, как Советский Союз в Великой Отечественной войне уничтожил фашизм, европейское общество снова прозрело, а кто-то даже покаялся. Но сегодня история повторяется вновь. На Западе опять создана иллюзия, что во всех несчастьях виноваты русские. Надолго ли? И неужели потребуется заново повторить старый урок? Эксперты утверждают, что наша жизнь схожа с обитанием в виртуальной реальности компьютерных геймеров. Мы как бы в лунной матрице. В ней нами пытаются манипулировать потомки анунаков. Вот только почему-то в последнее время их власть и сила заметно ослабевают. И по всем предсказаниям, колосс на глиняных ногах скоро рухнет. Неужели в лунной матрице тоже бывает сбой? Что же касается самого небесного тела, то нельзя быть стопроцентно уверенными, что на нем нет жизни. Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, необходимо вернуться на Луну. Тем более, что запасной аэродром для человечества никогда не будет лишним. Редактор субтитров А.Семкин